Глава Минэкономразвития России побывал в городе Северо-Байкальске. Алексей Чекунков вместе с Алексеем Цыденовым осмотрели проблемные объекты города. БАМ отгораживает город от Байкала. Поэтому задача соединить центральную площадь, парк, главный проспект и набережное озеро через новый пешеходный путепровод и сквозное благоустройство. Хочется сделать серьезным продолжением улицы, чтобы это было комфортно, современно. Под этим объектом могут располагаться объекты различного назначения, также спортивного. То есть это комфортный, современный выход Байкалу, который был бы лицом города. Кроме того, в городе идет реализация социальных инфраструктурных объектов. Объект такой получился значимый. И интересно то, что горожане как реагировали. То есть они видят это, они подходят бабушке и говорят, как же здорово, все-таки город будет жить, значит видно что-то будет. То есть они увидели, что в городе начинается строительство. Не могли оставить без внимания вопрос по переселению людей из аварийного жилья. В настоящий момент новую жилплощадь получили почти 400 семей. А сколько жилья, которые, скажем так, не признаны аварийными, но может быть признаны аварийными? Ну мы считаем, что все, которые пришли по часу четвертым, они не всех заманивали, мы буквально выезжали по квартирам. Ну вы уже все охотно должны. Да, по-моему, конечно будут приходить, но будут единицы приходить. У нас, ну мы когда пришли работать, в 2018 году всего 27 балков поставили. В 2019 году за один год поставили 320. И потом пошло на снижение уже, 399 сейчас осталось. То есть уже мы всех буквально, потому что мы сами понимаем, что нужно старое жилье сносить, новое строить. Ну то есть у вас нового там особо не появится? Особо не появится. Ну будет там, ну 10-15, может быть, помещений в год появляться. Кроме того, посетили Бурятский республиканский многопрофильный техникум информационных технологий. Вопрос не только подготовки, но и закрепления кадров. Конечно. Потому что ребенок здесь вырос, здесь получился, остался здесь работать. Здесь вырос, поехал там, отучился, сюда не вернулся. Конечно, женился. Поэтому вот создание учебных ямкостей, учебных возможностей, это закрепление здесь людей. Может быть, в будущем еще, да, высшего учебного заведения, если у вас все нормально будет. На следующей неделе планируется рассмотрение у президента России планов развития городов Дальнего Востока, среди которых Улан-Удэ и Севербайкальск. Мария Латышева, Юлия Пермякова. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова